Казахстан получит 1,5 млрд долларов через размещение еврооблигаций. Ценные бумаги выпущены сроком на 10 лет с купонной ставкой менее 5%. Минфини отметили, что это укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит ее экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут бенчмарк для выхода на международные рынки, капитала для других эмитентов из Казахстана, как квази-государственных, так и корпоративных. Однако финансовые аналитики считают, что за 1,5 млрд долларов через ценные бумаги лишь усугубит экономическое положение страны. Тут мнения чиновников и экономистов расходятся. Загоняют нас в кабалу. Они же потом из нас в веревки вьют. У нас и так на следующий год запланировано в 2025 году 5,6 трлн тенге выплаты внешнего долга. Журналисты «Октобе» смогли повысить свою финансовую грамотность и усовершенствовать знания. Халыкбанк выступил инициатором в регионе обучающего семинара. Это уже не первое подобное мероприятие, проводимое финансовой организацией. Банк, который ставит безопасность своих клиентов на первое место, решил провести семинар-тренинг для журналистов по информированию общественности. Во встрече, инициированной Народным банком, приняли участие не только журналисты из областных изданий, но и представители районных средств массовой информации, блогеры, а также те, кто активно ведет социальные сети. В ходе тренинга спикеры подробно рассказали о мошенничестве в интернете финансовой грамотности и о том, почему так важно информировать об этом общественность. Основная цель этих встреч – это обучение финансовой грамотности наших коллег со СМИ, чтобы мы, как банк, через них могли рассказать нашим клиентам, рассказать казахстанцам о видах интернет-мошенничества, для того, чтобы они могли обезопасить себя. На тренинге финансисты рассказали, какие правила безопасности следует соблюдать, чтобы защитить свои данные и деньги на счете Халык-банк. Они обсудили с журналистами различные ситуации. На семинаре совместно с представителями банка представители фонда тюркоязычных журналистов рассказали, как можно использовать новые виды медиа при подаче информации. Журналистам очень хорошо известны разные ситуации, когда казахстанцы, доверяя информации в интернете, в результате становятся жертвами финансовых мошенников. Поэтому представители СМИ уверяют, что донесут до аудитории те советы, которые получили на семинаре. По итогам семинара участники получили сертификаты об окончании курса финансовой грамотности. Подобные семинары планируется провести в шести регионах Казахстана.